Добрый день! Рад приветствовать вас всех! Вижу знакомые лица, вижу не совсем знакомые лица, но тем не менее рад вас видеть сегодня здесь. Хотели бы еще раз рассказать вам о тех возможностях, которые сейчас появились в потребительском обществе Мастера жизни, поскольку мы подписали договор и договорились с компанией FDM Market, запустили две дополнительные программы, о которых нам сегодня расскажет Александр. После рассказа, объяснения, что это такое, прошу ваши вопросы, кому что непонятно. Хотелось бы, чтобы сегодня вы ушли отсюда абсолютно четко понимая, что это такое, как с этим работать и насколько это удобно и выгодно для вас. Итак, передаю слово Александру. Александр Малыхин, знакомьтесь, это лидер с Мариуполя, который сейчас сделал круиз по Украине, по многим городам. Вот, рассказывал о этих возможностях. Люди очень довольны и готовы работать вместе. Более того, многие уже начали работать вместе. Значит, два слова еще скажу, чтобы вы понимали. Для того, чтобы эта программа заработала на полную силу, в полном объеме, мы сейчас рассматриваем открытие трех магазинов на нем. Ребята активно этим занимаются. К концу месяца будет полностью готов. С кабинетами личными и кабинетами бизнес-партнеров, для того, чтобы вы могли сделать не только покупки на земле, но и в интернете делать покупки, получать товар и те услуги, которые вам нужны. И так очень хорошо случилось, что программы FDM, они так плавно вписываются, то есть очень хорошо совместно работать. На сегодняшний день поставлена задача перед нами открыть потребительское общество, которое будет называться Тренар Украина, куда войдет одним из совчередителей потребительского общества, мастера жизни и компания. То есть это мы подходим к вопросу, когда мы говорили о том, что мы собираемся создать альянс потребительских обществ. То есть это первый шаг как бы к альянсу к этому. Новые потребительские общества будут входить к нам, если они будут интересны нашим пальчикам, они будут входить к нам и будут предлагать свои программы в продвижении, так скажем, нашего направления, которым мы сейчас занимаемся. Итак, слово Александру. Встречайте, пожалуйста. Всем добрый вечер. Я вам хотел сказать, привез пример. Привет из города Мариуполя, загорелый привет. Но так получилось, что уже вместе с мариупольским приветом привез Днепропетровский, Киевский, Харьковский. Завтра из Запорожьевский увезу в Энергодар. В чем заключается привет? Смотрите, привет не простой, то есть с выгодой для вас всех. Так уж случилось в нашей с вами жизни, что мы так с вами устроены, что мы каждый день тратим деньги. Согласны со мной? Ну так сложилась жизнь. Без этого никуда. То есть тратим деньги мы с вами на продукты, на шампуньки, на жизнь, одним словом. И сегодня я вам расскажу ту возможность, с помощью которой вы сможете делать бизнес себе на своих тратах. То есть возможно вы сталкивались, скорее всего вы сталкивались, вы слышали о потребительском обществе, мастера жизни и компании, которая предлагает нам возможность зарабатывать на том, что мы тратим где угодно. Коммуналку оплачиваем, там интернет, мобильную связь. Так вот, нам с этого, ну, они нашли вариант, каким образом с этого нам дать выгоду нашу. Ту идею, которую я вам сейчас озвучу, ничем не отличается от той идеи, только нужно тратить именно у бизнес-партнеров. То есть у людей в тех магазинах, с которыми есть договоренность. И тогда вы будете иметь выгоду гораздо больше, гораздо выше, чем от трат где угодно. Самую первую, основную вещь, хочу, чтобы вы увидели и поняли, то есть в тот момент, когда мы ходим в любой магазин, покупая товар, мы делаем бизнес не себе. Понятное дело, да? То есть любой предприниматель, любой, ну, человек, который занимается торговлей, какую цель он преследует? Как вы считаете? То есть, ну, заработать денег, для чего мы идем торговать, да? Ну, работать, торговать, продвигать какие-то услуги, чтобы заработать. То есть, нужно понимать, если это торговля, то есть любой товар, он имеет свою цену. То есть, цена. А вот цена формируется уже из такой составляющей, как себестоимость. То есть, предприниматель, ну, человек, закупает это где-то, на каком-то опте, там, может кто-то ездит в Харьков, в Одессу, там, не знаю, там, через Китай и так далее. То есть, он покупает товар по себестоимости. Когда он ставит его на свой прилавок в магазин, либо там куда-то, что он делает? Он добавляет наценку. Наценка. И вот это все вместе составляет цену товара, по которой он продает. Мы, естественно, заинтересованы, как люди, купить товар, тот, который нужен, подешевле, с каким-то там, с бонусами, скидками и так далее. Правильно? Так вот. В чем заключается понятие покупать в сети партнерских магазинов, то есть, у бизнес-партнеров? В тех магазинах, с которыми есть договоренность. А договоренность о чем? Эти магазины отдают нам с вами долю своей наценки. То есть, долю своей прибыли нам отдали, тем самым привлекли нас покупать у них. Понятно, да? То есть, естественно, они все отдают. Магазин себе оставляет, что с чем-то жить надо. Вот. И... То есть, понятно, да, система? Откуда... Ну, какую выгоду можно получать, с чего наформируется эта выгода, если мы будем покупать у бизнес-партнеров? То есть, с того, что с нами поделились частью своей прибыли. Теперь давайте разбираться, как это все работает. Смотрите. Если мы будем стараться продукты покупать в сети партнерских магазинов, то доля... Давайте назовем вот это дисконтом, чтобы было понятно. То доля нашего с вами интереса, доля дисконта будет составлять примерно 15%. То есть, доля, ну, наша с вами выгода при покупке продуктов питания где-либо в супермаркетах не составляет никакой выгоды. Ну, возможно, есть там какая-то дисконтная карта, которая там 1%, вот я знаю, там, в брусничке, там, в кишине есть такая система, там, в там-тайме, ну, в супермаркетах больших. Которые нас привлекают как клиентов, дают пластиковую карту, на нее копится там 1% от потраченных денег. И потом этими деньгами я могу что-то купить. То здесь выгода будет 15% на продукты, то есть в разы больше. Если покупать у партнеров всевозможную бытовую химию, магазин бытовой химии, назовем его еще товар из Европы, товар из Европы, то вот здесь наша с вами выгода будет составлять порядка 25%. То есть от стоимости товара 25% мы будем иметь свою выгоду. Если мы захотим купить какую-то технику, то лучше всего в сети партнеровских магазинах выбрать магазин техники и здесь купить, потому что доля дисконта здесь порядка 20% будет. Возможно вам понадобятся какие-то автомобильные запчасти, аксессуары и так далее. То есть доля дисконта на это все будет порядка 30%. Доля нашей с вами выгоды. Более того, будет реализована, скорее всего, это будет в следующем месяце, то есть торговая площадка по типу OLX. То есть мы с вами сможем заниматься торговлей. То есть покупать у кого-то там бэушные какие-то вещи на торговой площадке, то есть по типу OLX может сталкиваться. Доля дисконта здесь будет составлять порядка 40%. Я разбираю сейчас самые такие основные актуальные направления, которые присутствуют в нашей с вами жизни. Также еще есть такое понятие, как топливо. Есть такое? Бензин, да? То есть машина без него не ездит. Газ, бензин, без вот этих аксессуаров. То есть до 10% выгоды будет, если мы будем это делать у бизнес-партнеров. То есть тратить деньги, но у бизнес-партнеров. Более того, есть такое понятие, как тренинги. Тренинги. Инфобизнес. Здесь доля дисконта будет порядка 80%. То есть если кто-то знает, что такое тренинги, любит посещать, личностно расти и так далее, то есть если вы у наших специалистов, в наших тренинговых центрах будете проходить, то иметь выгоду до 80%. Давайте разберемся, что это за проценты и что это за выгода. Смотрите. Вот посмотрите на весь вот этот список. То есть самых таких основных вещей, которые присутствуют в нашей жизни. Самые основные, вот первые. Я расписал. Скажите мне, ваша семья полторы тысячи гривен в месяц тратит на продукты, на бытовую химию, возможно, если есть автомобиль, то это и топливо, и запчасти. А возможно, что-то бэушное покое, из новых тренинги проходят. То есть полторы тысячи гривен. Тратим, да? Если мы тратим полторы тысячи гривен, то я вам предлагаю это сделать по следующему принципу. Смотрите. 300 гривен заплатить в начале месяца. То есть вот этот платеж в полторы тысячи, то есть деньги тратить по следующему принципу. Вначале заплатили 300. Потом, когда определили, что мы хотим купить и где, в каких магазинах, добавили себестоимость 1200 и на полторы тысячи купили товар. То есть все равно за месяц потратили полторы тысячи. Понятно? Но вот по такому принципу. А теперь давайте разбираться, в чем же ваша выгода. Ну, почему стоит, грубо говоря, вот заморачиваться, вот так вот именно тратить деньги. Смотрите. То есть самая первая выгода. Если вы проплатили 300 авансом под будущие покупки, эти 300 легли на дисконт, чтобы вы понимали. Потом вы добавляете себестоимость и покупаете товар. Первая ваша выгода. Заплатив 300, они ложатся на дисконт, вы получаете плюс 10% на дисконт. То есть вы получаете сразу 330 гривен на дисконт. Вот сюда. То есть прямая ваша выгода составляет со старта 10%. Если вы это сделали вот по такой системе. Вторая выгода. Это торговля. То есть вы сможете торговать на второй площадке. Выставлять свои товары, услуги, быть бизнес-партнером. То есть есть такая возможность для тех людей, которые тратят деньги по вот такой системе. Вот. Это две ваши личные выгоды. Две. Для тех людей, которые захотят продвигать эту систему. То есть рассказывать, делиться информацией и так далее, и так далее. Для вас приготовлено как минимум три программы. Очень интересные. Смотрите. Первая партнерская программа. Она называется Тринад. Тринад это матрица 3 на 8. И что это значит? В тот момент, когда вы потратили 1500 гривен. По вот такому принципу. Сначала 300, либо добавляя себестоимость. Либо сразу. Вам нужно было там в этом магазине купить. Вы на 1500 купили. Вас система ставит в Тринад. Тринад матрица. Она зажата в рамки. То есть под вами может быть только три человека. Под этими тремя может быть тоже только по три человека. То есть в первой глубине только три человека. Потом 9, 27, 81 и так до восьмой глубины. То есть максимальное количество людей вот в этой системе приблизительно там 10 тысяч человек. В чем выгода ваша? Если под вами в Тринаде появился кто-то. Не важно, вы его пригласили. Или он появился у вас, так сказать, переливом. То есть что значит переливом? Допустим, если вы активный человек, вы приглашаете людей в эту систему. Сейчас поймете ради чего. То есть вы пригласили троих. Четвертый, вы не поставите его рядом. Ни сюда, ни туда. То есть он пойдет под первого. Вот сюда. То есть тем самым вы помогли своему первому человеку. То есть в чем же выгода? С любого товара оборота вот этого человека, который тратит в месяц полторы тысячи гривен. У партнеров выделяется 25 гривен каждый месяц. То есть каждый месяц тратит полторы. 25 гривен с любого человека, с любого товара оборота до восьмой глубины. То есть до восьмой глубины у вас может быть в тренаре максимальное количество 10 тысяч человек. Около того. То есть потенциальный ваш доход составляет почти четверть миллиона гривен в месяц. Откуда взята вот эта программа? Смотрите. Это программа стимулирования, продвижения вот этой идеи. То есть что это значит? Когда мы приходим, возьмем любой супермаркет. Знаю, в брусничке есть такая штука. Там дают карточку. Ну дискотная карта. От трат от суммы потраченных денег 1% начисляется на эту карточку. Я могу потом потратить в магазине. Понятно, да? То здесь личная выгода у нас 10%. Второй момент. Ни один магазин вам не даст возможность что-то продавать на его полках. Не даст такой возможности. А было бы круто. Раскрученная торговая сеть и мне дали место торговать на ликвидным каким-то адекватным товаром. Было бы круто. Но не дают. Мы даем возможность торговать. Более того, если я пошел, скупился в брусничку, мне какой-то товар, акция распродажа, к примеру. Я шел домой, встретил Машу, Дашу, Сашу, Петю. Рассказал им с баулами и шедо. И меня спрашивают, откуда ты такой довольный и счастливый? Я масло по 15 гривен взял, которое там 25 стоит. Я им говорю, да вот с бруснички так и так. И они, ух ты! И они по моей рекомендации пошли в магазин и сделали там товарооборот, с которого я ни копейки не получил. То есть, здесь за мои рекомендации мне платят. То есть, получается, тратить деньги у бизнес-партнеров выгодно. То есть, и предусмотрена вот такая программа, которая дает нам возможность зарабатывать, при том, при всем, очень хорошие деньги в перспективе, если мы будем этим всем пользоваться. То есть, есть личная выгода. Если мы не нацелены, ну грубо говоря, кого-то приглашать, там рассказывать, строить структуру. И если мы все-таки хотим заработать на своих рекомендациях, потому что, ну, я так думаю, из вашего окружения будут люди, которые тратят полторы тысячи гривен в месяц. Ну есть, ну есть такое. Скорее всего, ну есть такие люди, которые минимум тратят полторы. Минимум полторы. То есть, соответственно, есть возможность им показать такую систему, пригласить там на презентацию, чтобы они ознакомились. То есть, понравится, пожалуйста. Ну не понравится, ну пусть и дальше ходят, делают бизнес кому-то, но не себе. Так вот, смотрите. Вот в этой программе, в программе тренар, мы можем зарабатывать деньги только со своего тренара. То есть, только с тех людей, которые, с товарооборота тех людей, которые находятся в нашем тренаре. То есть, тренар зажат в рамке, 3 на 8, матрица. Все. Вот. Максимальное количество денег, 250 тысяч гривен в месяц. В потенциале. Но есть программа, в которой можно участвовать и которая дает возможность получать процент от всего тренара. Тренар всей компании. То есть, что это значит? Вот. Я сам смотрю в поле. Вот. Мой тренар, ну, допустим, находится вот в этой вверх. Вот он я, вот я строю свой тренар. Вы находитесь в Запорожье. В параллельной вверх. То есть, я к вашей программе, ну, к вашим товарооборотам не имею никакого отношения. Я никак с этого не заработаю ни копейки. Потому что я в параллельной системе нахожусь. Но есть программа, которая дает возможность мне зарабатывать и с вашей ветки. И там, и с Киевской, и с Харьковской. Со всего тренара. То есть, программа называется... Четвертый момент. Программа премиум. Что такое премиум? Премиум это единоразовое пополнение дисконта на 2800 гривен. На дисконт. Вот сюда. Когда вы, когда вам, ну, допустим, в какой момент, сразу расскажу, в какой момент вам может пригодиться вот этот статус. То есть, давайте представим себе ситуацию. Вам понадобился холодильник. Вам, соседу, ну, не важно. Вы нашли клиента на холодильник. Холодильник, допустим, стоит... Ну, сколько? Возьмем 12000 в холодильник. Это цена товара. Так как это у партнеров мы будем покупать, то доля дисконта 20%. То есть, у нас на дисконте должно быть 2400. Остальное мы платим, ну, разница получается 9600 с наличными деньгами. Ну, либо с корпоративной карты. Кому как удобно. То есть, вопрос. Как получить на дисконте 2400? Первый вариант, это плюс 10%, если мы 300 пополнили. Если мы делаем 300 плюс 300, то есть оплачиваем место свое, как бы, в тренаре на два месяца. Ну, за текущий месяц и за следующий. Нам дают плюс 20% на дисконт. Итого, плюс 120, да? От 620% нам 720 гривен легло на дисконт. Если мы на три месяца оплатим вперед, то 30% дадут. Этот плюс 270. То есть, вот это является живой выгодой. То есть, допустим, с холодильником разберемся. Оплачиваю я 5 месяцев по 300. Наперед. Мне оплачивается тренар на 5 месяцев вперед. То есть, я застолбил за собой вот это место на 5 месяцев. Я никуда не денусь теперь. Я потратил на это 1500 гривен. А не миллион на дисконт. Мне также добавляется плюс 50% от вот этой суммы. Это 750. Итого у меня на дисконте 2250. Понятно, да? Дальше. Ну, допустим, хватает нам на холодильник. 2250. Я добавляю 9600. И, получается, я деньгами заплатил 1500 и 9600. Это сколько? 11100. А холодильник купил за 12000. То есть, у меня в кармане осталось 900 гривен. То есть, вот она, личная выгода ваша при покупке у бизнес-партнеров. Но вы также можете взять себе статус премиум. Статус премиум нужен тогда, когда у вас есть хотя бы какая-то структура партнерская вот здесь. Объясняю почему. Смотрите. Точно так же. 2800 на дисконт и расходуем на покупки в тот момент, когда нам это нужно. Но, в чем интерес премиума? В тот момент, когда мы закрываем тройку в тринале. То есть, у нас есть три приглашенных, три человека у нас в тринале. Мы зарабатываем 75 гривен. И нам присваивается, если у нас статус премиум, первый карьерный уровень. То есть, ну, пошла уже некая, как бы, там, карьера. Если закрыта девятка, присваивается второй уровень. И вот, начиная от второго уровня, от второго уровня, в статусе премиум, нам начисляется процент от товара оборота всего тринара. Тринар Куб. Тринар Украины. Понятно, да? То есть, что это значит? Как я сказал. То есть, я могу получать процент от работы всей компании. С другими словами, разъясняю, что это значит. Если вы вышли на вот этот уровень. Давайте представим себе ситуацию. Вот в тринаре участвуют тысячи человек. Проплатили авансами под будущие покупки 300 гривен. То есть, в компанию пришло 300 тысяч. Выделяется один процент. Это три тысячи. Понятно, да? И три тысячи делится между всеми, кто достиг второго уровня. Если это один человек, ему отдали 3 тысячи. Если это два человека, по полторы. Три человека, на троих делится. Вот. Если точно так же выделяется на каждый, только не вот это, не три тысячи. Это не фиксированная цифра. Это процент от товара оборота всего 13. И на каждый уровень точно так же выделяется по одному проценту. На третий, на четвертый, на пятый, на шестой и так далее. То есть, чем выше у меня уровень в системе, тем больше я, естественно, зарабатываю денег. И тем больше я зарабатываю премию. Один процент. То есть, естественно, она будет больше, чем три тысячи. Потому что тогда количество людей больше. То есть, премиум дает возможность получать процент от работы всего бизнеса. Это первая премия, это премия от товара оборота. Еще есть разовые выплаты. Если я в статусе премиум подключил кого-то на премию. Вот человек, либо ему покупку надо сделать, ему деньги на дисконте нужны. Либо он уже дошел до второго уровня, к примеру, и хочет от товара оборота получать. Тогда есть смысл делать себе премиум. То есть, он делает премиум. Я получаю, как его спонсор называется, за личное спонсирование бонус, 300 гривен разово. То есть, если человек сделал такую операцию, я 300 гривен получу. Если у меня был, помните, закрыта тройка, первый уровень, и человек подключается на премию, а у меня первый уровень, я получаю еще 200 разово. За второй уровень еще 200 разово. За третий 200, за четвертый 100, за пятый 100, ну и так далее. То есть, это разовые выплаты. Это плавающие. Это премия, это разовые выплаты. Не будем сильно углубляться в цифры, хотя у нас их очень хватает. Вот этот статус, смотрите, почему я о нем говорю, почему о статусе премиум. Следующая возможность. Статус премиум, начиная от второго уровня, второй уровень, с доходностью от 2500 гривен. То есть, если вы вышли на доходность, в этот доход, в этот заработок входят любой заработок с тренара. То есть, любая копейка с тренара. С товароборота, помните, у каждого человека 25 гривен в месяц. И входят вот эти разовые выплаты. Доход. Если вы дошли до вот этой вот планки, для вас включается социальная антикризисная программа. Что такое антикризисная программа? То есть, компания выделяет бюджет на то, чтобы промотивировать вас до идти до вот такой планки. Вопрос. Зачем? Чем можно смотивировать вас зарабатывать деньги? А я вам отвечу чем? Помочь вам решить ваши, скажу это слово, проблемы. То есть, скажите мне, есть кто-нибудь, у кого есть задолженность по коммуналке? Нету, отлично. Ну, счастливые все. Скромные все. Скромные, да, я понял. Никто не хочет признаваться. Смотрите. То есть, долги по коммунальным платежам, кредиты, задолженности по кредиткам. Возможно, потерянные деньги в каком-либо бизнесе. Возможно, зависшие там бонусы в любых проектах. Абсолютно в любых. То есть, как это будет работать? Как только вы доходите до вот этого статуса. Вы говорите, вот он я. У меня статус премиум, второй уровень, вот мой доход. Вот документ, что вот у меня есть там платежка, вот задолженность, прошу помочь. Либо скрин экрана в любом проекте зависших бонусов. То есть, с вашей фамилией и имя, что это ваше. Компания говорит, окей, печать одобрена. И тогда все, что вы зарабатываете, оно удваивается. И идет на решение вашего вопроса. Что это значит? Если у вас задолженность по коммунальным платежам, там, 10 тысяч гривен. Или кредитка у вас там, долго висит, десятка. То есть, как только вы вышли на 2,5, компания вам добавляет 2,5 и на 5 тысяч гасит ваш вопрос. На следующий месяц вы заработали 2,600. Компания 2,600 удваивает. И на 5,200, пусть там, 10,200 у вас, да. И на 5,200 закрывает ваш, там, долг. Все. Вы погасили свою, там, ну, задолженность, которая, допустим, у вас тянулась, там, сколько-то времени. Точно так же с бонусами, которые можно вернуть с любого бизнеса. То есть, компания вам удваивает. Как только ваш вопрос решился, говорит, мы вам помогли, дайте другим. Вот. А если вы счастливый человек, вот у меня в этом, в Днепропетровске вчера, там, счастливые люди, они говорят, у нас нет, ну, как бы, проблем. Вот. И говорят, что тогда делать с человеком? Ну, как бы, а такой халявы, ну, простите, хочется, естественно. Говорит, ну, я счастливый, но нет у меня. Он говорит, хорошо, есть понятие мечта. То есть, компания дает возможность собрать вам на мечту. Мечта, то плюс пятьдесят процентов. Заработали от двух пятьсот. Плюс тысяча двести пятьдесят вам добавляют, но вам деньги не отдают. Три семьсот пятьдесят, там, на, там, в отдельном кармане лежит на вашу мечту, которую вы заявили. Он говорит, вот, хочу, не знаю, там, фотоаппарат за десять тысяч. То есть, ну, собрали вы на него, там, за три-четыре месяца. Вот. Мы, как вчера, вот, мы обсуждали, так, в Днепропетровске вообще не активно эту вещь. Знаете, тут не будет мечт таких, там, квартиры и машин. Потому что, ну, компания, ну, она может, конечно, вам собирать там три-четыре года на квартиру и машин. Вот. Но, как мне кажется, лучше решать эти, все вот эти вот цифры. Вопросы там есть удвоение. Тогда гораздо быстрее будет это все. Вот скажите мне, вот, давайте сравним две составляющие. Вот есть магазин, да, вернемся к началу. Магазин, в какой вы ходите магазин? Кто? Кто в какой ходит? Ну, супермаркет постоянно. Ну, я сельпо, я знаю. Сельпо. Атебе. Атебе, ну, Атебе сельпо. Вот. Любой супермаркет, вот вспомнили, да. Вот теперь, когда вы будете заходить в этот магазин, покупать, ну, обыденные свои товары, вы будете вспоминать, что этот магазин наживается на вас. То есть вы делаете хозяину магазина бизнес, благодаря чему он покупает себе дома, квартиры, машины и так далее, и так далее. То есть вы делаете бизнес не себе. То есть, единственное, чем магазин может с вами поделиться, тот магазин, это дать какую-то, ну, там, один-два процента от потраченных денег на покупки у него же. Это он может. То есть, скажите мне, магазин может дать вам торговать на его прилавке? Нет. Магазин может вам заплатить за рекомендации 250 тысяч в месяц? Нет. Нет. Магазин вам дает возможность получать от сети всех магазинов, нифига себе, если это АТБ или Сильпо, процент. Нет. И тем более магазин не даст вам денег на решение каких-то ваших личных, там, ну, там, задолженностей, проблем, кредитов и так далее. То есть, предусмотрена вот такая программа, которая дает возможность нам, всем с вами, иметь личную выгоду. Кому-то нравится там торговать, кто-то хочет дешевле купить, пожалуйста. Кто-то хочет строить структуру, то есть он видит, что вот это да, это интересно. То есть, кто-то в первую очередь, кто-то хочет решить какие-то свои вопросы. И вот, на самом-то деле, вот эта программа была создана для того, чтобы вас заставить зарабатывать денег. Потому что, когда мне, ну вот, показывают бизнес, говорят, вот давай, вот тебе схема, маркетинг, там, ну, вот такая схема, я говорю, да, интересно. Да, заработать интересно, но когда мне говорят, что как только ты выйдешь на определенный, там, доход, мы поможем тебе решить твои вопросы. Я говорю, о-о-о, и меня мотивирует это гораздо больше, чем просто заработать. Потому что я знаю, вот, ну, может кто-то себя узнает, понимаете. Вот, если у меня есть задолженность по кредитке, там, какой-то кредит, я зарабатываю, ко мне приходят деньги, да. Ну, когда я захожу, там, в магазин, да, я говорю, ой, я так давно вот это хотел купить, и это хотел, и это хотел. То есть, я не спешу погасить, как-то, ну, там, есть какие-то обязательства, но я не сильно спешу, вот. И, когда мне говорят, что за меня это сделают, у меня вот это вот стимулирует. То есть, меня стимулирует расти, стимулирует, так, когда я буду зарабатывать нормально, мне, как бы, ну, я смогу решить все вопросы сам. Но у меня должен быть какой-то первый шаг, который меня подвергнет и простимулирует. Поэтому сделана вот такая программа социальной антикризисной. Для того, чтобы вы, чтобы было, ну, свет в конце туннеля, к чему стремиться. Смотрите, резюме. Самая основная идея, смотрите, мы с вами тратим деньги. Если мы с вами тратим полторы тысячи гривен в месяц на продукты питания, бытовую химию, технику и так далее, и так далее, и так далее, то, если вы это будете делать вот по такой системе, то есть, вначале 300, потом добавили себестоимость и на полторы тысячи за месяц купили товары, то вы будете иметь вот такие выгоды от системы. Есть еще один момент, то есть, я вам показал, если вы не определились, что вы хотите на сегодняшний день купить, то есть, вы можете пойти по такой системе. Но если вы знаете однозначно, что, допустим, топливо в месяц вы купите на вот такую сумму, там, продуктов, вы знаете, что вот в этом магазине вы, вот там, или бытовой химии, купите на вот такую сумму. То есть, предусмотрена система авансов. Если вы, вот смотрите, допустим, возьмем магазин бытовой химии, возьмем тысячу гривен, чтобы было проще считать. Если мы на магазин бытовой химии в течение месяца заведем 300 гривен, ну, вот по такому принципу, заведем 300 гривен, это доля дисконта. То есть, мы добавим потом 900 и на 1200 купим товар. Понятно, да? И для нас там тренар и все остальное. Но если мы знаем, что мы за месяц купим на тысячу гривен товар, то нам дают не 25% доли дисконта, а еще плюс 5. То есть, отдают еще больше своей прибыли нам за то, что мы вносим аванс на тысячу гривен под покупки в этом магазине. Нам дают оплату тренара 300. Оплата, ну, сама срабатывает. То есть, она заложена вот сюда. То есть, дали плюсом. Если бы при обычном, ну, как бы при обычной покупке было бы 25, а так 30 получается. И, смотрите, очень интересная вещь. Для вас включается программа, называется ВОП. ВОП-тренар, да? Если я не ошибаюсь. То есть, ну, не важно, как она называется. Важно то, что на остаток, пока лежат вот эти ваши деньги, вы их не израсходовали. Начисляется до 5% пассивного дохода каждый месяц. Ну, в месяц. То есть, 60 годовых. Что это значит? Если вы положили тысячу. У вас тренара плачен. Для вас, ну, место ваше занято. Вы его заняли. Там растет, зарабатываете по тренару. Но, потратили вы, допустим, с этой тысячи, купили на 200 гривен. Осталось 800. То есть, на 800 начисляется. То есть, высчитывается средняя цифра, которая была в течение месяца на вашем авансе. Все, всего доброго. То есть, до 5% на деньги, которые вы пока не потратите. Еще определяете, что вам нужно. Потому что, ну, сложно сразу там набрать порошков и так далее. Естественно, если у вас будут клиенты, вопросов нет. Если вы найдете клиента на телевизор, на холодильник, на, там, порошок, на, там, топливо и так далее, и так далее, то вопросов нет. У вас премиум статус окупится очень быстро. То есть, в плане, вы вот эти 2 800 с дисконта очень быстро потратите. И тогда у вас будет возможность подать заявку в компанию, и вам 2 800 еще дадут на дисконт. Вот сюда. То есть, вот ваша, опять же, прямая экономия в этом статусе. Нашли клиента, заплатили дисконт с того, который вам дали, плюсом. У человека взяли 12 9600, заплатили, дисконт вам был подоен. То есть, получается, 2400 в кармане. За то, что вы нашли клиента. Вот, простая, как бы, ну, арифметика. Если мы не просто сами тратим, не просто приглашаем в систему на участие в маркетинге, а еще и находим клиентов, которые через нас просто покупают. Вот еще. Вот. Могу рассказать, откуда в этой системе берутся деньги. То есть, ну, возможно, вы можете просто не понимать, откуда же берется, ну, 250 до 250 тысяч, наверное, на выплаты в месяц. Откуда берутся вот эти, заработал, бах, удвоили. С чего это все берется, там, премии и так далее. Интересно, откуда деньги берутся? А? Конечно, интересно. Ну, если интересно, тогда расскажу. Смотрите. Тут важно понять одну очень интересную особенность. Рисую еще раз вот это, только немножко по-другому. То есть, есть цена. Когда мы приходим в магазин, увидели ценник, мы по этой цене купим. А здесь, у бизнес-партнеров, нам это отдали, то есть, есть, опять же, себестоимость, есть свой интерес у магазина, есть дисконт, это наценка магазина, которая остается у него, а это наценка, которая отдается нам. То есть, мы, получается, покупаем за минусом вот этого. По вот такой программе, либо вот авансами, либо через тренарь и так далее. То есть, смотри, если мне понадобился холодильник, то если я найду, допустим, вот, я покупаю его на опте, то я могу его купить, вот, возьмем за, там, допустим, да, 9600. Правильно? Если я найду такое, я не найду, потому что там надо объемами брать, чтобы была вот такая цена на холодильник. То, получается, та наценка, которую, ну, предприятие самому там чуть-чуть оставило себе, то есть, вот этот зазор, на который ложится 300, вот эти, премиум 2 800, понятно, да? Это является чистой прибылью для компании. И это, вот это 300, вот эти 300, вот смотрите, вот они 300, да? Они расписаны первое, по маркетингу. То есть, каждый месяц выделяется 200, это 25 гривен на 8 уровней. То есть, понятно, 8 уровней по 25, вот, 200 выделяется в маркетинг. 25-ка, приблизительно 25-ка идет, это расходная составляющая, ну, на содержание там всего процесса. И где-то приблизительно 75 гривен, это доля соучредителей, которые входят в предприятие. То есть, вот они деньги, вот оно все, все расписано. 2 800, с 2 800 есть прямые выплаты, они разовые. Остается чистая прибыль, которая идет, опять же, на развитие компании. Вот, чуть-чуть соучредителем и на развитие. И на социальную антикризисную программу. Вот эта 25-ка, в этой 25-ке заложено 3 гривны на вот этот процент. На премию для премиумов. То есть, никаких, ну, сверхъестественных каких-то нарисованных бонусов, то есть, нет. То есть, все подтверждено, как бы, деньгами. Есть платеж, пришел, то есть, человек тратит деньги у партнеров, партнер дает компании скидку. Эта скидка выражается в чистой прибыли. То есть, вот так и вот так. Для компании. Компания берет эту чистую прибыль и распределяет по программе. Тренар, премиум, антикризисная. Все. То есть, слушай, меня спрашивают, а все ли просчитано? Да, вот, вот, все. То есть, вот это деньги, которые наложатся на дисконт, это, ну, как можно сказать, как чистая прибыль для компании. Ту скидку, которую бизнес-партнер отдает компании. А компания, в свою очередь, распределяет по системе дисконтам, по программам. Вот. Вот так это работает. Вот так это будет работать. То есть, чтобы вы понимали, самую важную идеологию в этом всем. Меня, по-моему, в Киеве спросили, а когда нас будет 15 миллионов? Вот. То есть, смотрите. Когда объединяются три человека, что происходит? Три. Ну, есть понятие, говорит, сообразить на троих. Есть такое. То есть, объединилось три человека, сообразили на троих. Когда объединяется, допустим, ну, человек там 30-40, к примеру. То есть, что такое 30-40 человек, которые говорят, слушай, я трачу деньги, а мне интересно. И вот 30-40 человек, говорят, допустим, мы скинемся авансом по 1000 гривен. То есть, тут маркетинг для каждого включается. То есть, получается, есть 30-40 тысяч, то можно открывать магазинчик маленький. Пожалуйста. Вот он магазинчик. Три-четыре тысячи. Извините, можно открывать очень хороший магазинчик в городе. Потому что есть клиенты, которые говорят, мы будем вас покупать. Давайте открываться. И даже вот эти сами же клиенты говорят, не вопрос, мы будем покупать. 1000 гривен авансом внесли, вот он, 3-4 миллиона. Вот вам большой нормальный магазин, супермаркет. Вот. И так далее, и так далее. То есть, сама идея потребительского общества, это объединить как можно больше людей, которые потребляют. Потребляют по... И придать этому потреблению разные программы, разные системы, которые нас сподвигают на объединение. Вот. И вот в Киеве почему меня спросили за 15 миллионов, потому что, а когда у нас будет 15 миллионов? Я говорю, ну, почему такая цифра? Так, говорит, мы тогда выберем президента своего. Кого? Молодцы. То есть, ну, как бы, это объединение, да. Так, я вот обычно привожу такой пример. Вот смотрите, на сегодняшний день есть очень раскрученный интернет-магазин, который каждый знает этот магазин. Как называется? Розетка. Розетка. То есть, у каждого, ну, вот, там, реклама настолько примелькалась, что, ну, каждый знает, на сегодняшний день там продается, ну, как бы, ну, все начиналось с электротоваров, а на сегодняшний день, говорит, лозунг. Розетки, говорит, продается все. То есть, сейчас алкоголь уже есть, и пошло-поехало. И мы, как бы, сидели, обсуждали вот этот момент, и я говорю, слушай, так нас будет, говорю, 100 тысяч, так мы, говорю, ну, там, плюс-минус. Мы с розетки выбьем свой процент. А потом, понимая то, что я сказал, говорю, подожди, а зачем нам нужна, говорю, та розетка тогда, когда нас, говорю, там, 100 тысяч? Мы, говорю, скинулись по тысяче. Это сколько? Миллион. 100 миллионов. Говорю, открыли свою розетку, понимаете, и все. То есть, тройник, да, открыли такой тройник, все, мама дорогая. То есть, понимаете, да, в чем, как бы, изюминка объединения людей, которые тратят деньги. А так как мы все с вами тратим деньги, то есть, нужно просто понять эту всю программу, и, как бы, можно включаться в процесс, пожалуйста. То есть, кому что нравится, вот, разнообразие есть. Понятно, да? Я расскажу еще в конце такой момент, расскажу анекдот, смотрите. По поводу тренара. Очень люблю этот анекдот. Вот, кому понравилась цифра в 250 тысяч гривен в месяц? Понравилось? Семь. Хотелось бы, да? Давай. Нет, цифра. А, тебе понравилось, ты, я понял, я понял. То есть, смотрите, я могу, вот, я вам сейчас нарисую за 3 минуты, то, как вы эти 250 тысяч можете уже положить себе в карман каждый месяц. Смотрите, очень просто. У нас сейчас май месяц. Да? Вот, скажите мне, ну, вот, если вы знаете, что вы потратите полторы тысячи, там, ну, до 15-го числа следующего месяца потратить, вы можете сделать это по такой системе, вы можете сделать аванс на покупки, они ложатся вам на дисконт, вы попадаете в 13. Да, май месяц, вы в 13. Вы вникаете, разбираетесь, там, смотрите. Наступает июнь месяц. Ваша задача за этот месяц пригласить троих человек, которые захотят, то есть, в первую очередь, эти люди должны тратить полторы тысячи гривен в месяц, минимум. Если такие есть, ну, отлично, уже есть кого выбрать. И эти люди должны захотеть заработать 250 тысяч каждый месяц, зарабатывать. Через 8 месяцев. То есть, задача пригласить за июнь месяц троих. Сможете ради 250 тысяч? Тяжело, но сможет. Тяжко троих, я понимаю. Но есть хорошая новость. Все, больше никого приглашать не надо, только троих. Вот все. Только троих. То есть, не толпами и так далее, только троих. Пригласили. Вот они. Ваш доход составит аж 75 гривен за этот месяц. Смотрите. При том, при всем, что вы просто тратите. Наступает июль. Ваша задача помочь вот этим троим сделать то, что сделали вы. То есть, ну, если вы сделали. Аж троих. То, ну, я думаю, вы научите их, как это сделать. Потому что вы сделали. У вас есть личный пример. Вот. То есть, в июле заполняется девятка. То есть, тройка, девятка. За июль ваш доход составил 300 гривен. За этот месяц. Потом вы командой закрываете вот эту глубину. Потом следующую. То есть, август, сентябрь. Здесь тысяча приблизительно. Тут три тысячи. Октябрь. Дальше не буду считать. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. И январь. Наступает январь, когда у вас закрылся весь тринадцатый. То есть, все закрыто. Прошло восемь месяцев. Вопрос. Что вы сделали? Вы тратите каждый месяц полторы тысячи гривен. Плюс-минус. Не десятки тысяч. Полторы тысячи. Вы пригласили троих. Всего троих. Через восемь месяцев 250 тысяч у вас в кармане каждый месяц. Ну, как бы, по-моему, очень интересно. Вот. И вот тут анекдот по этому поводу. Вот. Смотри. Двести пятьдесят тысяч это в идеале. Если мы сработали вот на сто процентов. Но если мы сработали всего на десять процентов. То есть, вот то, что я рассказал, ну, в десять раз хуже для нас сработало. И не через восемь месяцев, а вот через год. Двадцать пять тысяч каждый месяц. Ну, по-моему, штука баксов, это тоже хорошая идея. Так вот. По этому поводу есть анекдот. Как-то сын приходит к папе. Говорит, пап. Говорит, скажи, пожалуйста. Говорит, вот там. А что такое, говорит, теоретически и практически? Папа говорит, ну, сын, говорит, ну, как тебе объяснить? Говорит, ну, идем. Ну, сын уже взрослый. Подходят они на кухню. Там мама. Он говорит, мать, говорит, иди сюда. Говорит, вот скажи, говорит, ты бы, говорит, отдалась, говорит, за миллион долларов? Ну, жена так, говорит, ну, ты ж как бы, там, это. Да. Он говорит, ну, видишь, сын. Идем дальше, говорит. Заходит в спальню, там дочка за компьютером сидит. Он говорит, доча. Доча, говорит, 18 уже есть. Говорит, ты бы, говорит, отдалась за миллион долларов? Доча, говорит, легко. Он говорит, ну, вот такая у тебя сестра. Заходит этот, в зал, там, дед сидит, она на качалке такой катается. Он говорит, эй, дед, говорит, а ты бы, говорит, отдался за миллион? Да что мне, говорит, миллион, говорит, конечно. Вот он говорит, смотри, говорит, теоретически мы все миллионеры. А практически, говорит, имеем двух и одного вот такого. То есть, возвращаясь к тренару, да, теоретически каждый из нас может через 8 месяцев заработать 250 тысяч. И, ну, не именно через 8 месяцев 250, а поэтапно. И через 8 месяцев четверть миллиона каждый месяц. Я не говорю сейчас за, там, удвоение, там, вот это. Это уже не так интересно, как вот эта цифра. И сложных действий не надо. Тратить полторушку, пригласить троих. И поддерживать систему, ну, учить людей делать то, что мы делаем. И теоретически мы все миллионеры. А вот практически, говорит, посмотрим через 8 месяцев, да, говорит, кто есть кто. То есть, вот такой анекдот. Поэтому, расскажу вам еще одну историю, ладно. Расскажу историю, тоже история очень интересная. В чем она выражается? То есть, это произошло со мной. То есть, из-за чего, как бы, ну, чтобы вы осознали вот эту систему, понятие, почему выгодно объединяться и вместе тратить деньги. То есть, смотрите. История произошла со мной года, наверное, 3 назад. У нас в Мариуполе есть очень большой супермаркет, называется Там-Там. Один из самых больших продуктовых магазинов. Там, ну, все, что хочешь, продается. Я как-то, это было воскресенье, лето, я заехал, мы собрались на шашлык. Заезжаю, я купил мясо, там, дров, еду с тележкой к кассам. И смотрю, там 25 касс работало. От каждой кассы очередь стоит. Я проехался, смотрю, тут занято, тут, тут, ну, понял, что там. Мне где-то свободное будет, пристроился, стою. Стоял в очереди где-то минут, наверное, 15. Пока я стоял в очереди, я наблюдал очень интересную картину. Народ с тележками, ну, там, в тележках, ну, хорошо народ берет. Талится обычно, там, на недельку, там, ну, нормально все покупают. И от каждой кассы, возможно, видели, есть такая штука, труба такая уходит куда-то в стену. То есть, от каждой кассы в общую трубу и ушла в стену. Вот, те, кто не видели, вот, в Лыко-Кишине знают, точно есть такое. В Тантаме есть такое. У МЭТРа есть. То есть, ну, не видел в МЭТРа. Ну, суть в чем, чтобы вы понимали. То есть, обычная канализационная, вот эта серая труба уходит. По этой трубе кассир отправляет деньги, чтобы не носить деньги, там, ну, инкассацию сдавать. То есть, подошел охранник, она пересчитала, там, в колбу засунула. И там, вакуум, он так, денежка куда-то улетела. Я стою, наблюдаю, смотрю на эту трубу И представляю, сколько Ну, не миллионов даже Пролетело через эту трубу Понимаете? Вспомнил сразу пословицу, говорю, деньги вылетели в трубу Я думаю, вот бы такую трубу В которую они вылетают туда Понимаете? И стою и думаю, говорю, вот бы мне Хотя бы, хотя бы Вот такой процентик От того товарооборота И на сегодняшний день Почему я нахожусь в таком бизнесе? Потому что это Вот та мечта Понимаете? Построить вот эту трубу По которой Все будут тратить деньги И по этой трубе Течет Деньга И хотя бы Вот такой процентик То есть и там даже не 250 тысяч А больше Поэтому Я вам всем желаю вникать в эту идею Идея действительно стоящая И построить себе вот такую денежную трубу Чтобы она нас заливала Так из-за дня в день Деньгами Чтобы мы в этом мылись Спасибо за внимание Если есть вопросы, можете задать Есть вопросы Если, например, вот один из трех человек Выпал там Умер там Или уехал Ну, вот чем уехал Шикарный вопрос Все мы любим Смотрите Когда вы стали Если его уже не будет Да, его не будет Смотрите, рассказываю Когда вы стали в тренаж Вот они вы Под вами пусто В тот момент, когда Либо перелив пришел Либо вы пригласили одного Лучше не надеяться на перелив А самому что-то делать Вот он первый То есть Пока вы не заполните Вот это Ну, либо перелив То есть Дальше вы не сможете Допустим Кто-то из них Ну, в какой-то момент Вот Даже если под ним Есть кто-то Он Ну, по каким-то причинам Хотя Можно и наперед сделать И это Ну Вот он Решил нас Покинуть Да, по каким-то причинам Вот Ага По итогам Прошлого месяца Он не заплатил Его Спонсор То есть Тот, кто его пригласил У него У спонсора будет Возможность Этого человека Не выкинуть Из системы А опустить Ниже То есть Не выкинуть Вообще А просто Опустить ниже Вдруг Опомнится И захочет Опять участвовать Вдруг вернется Да Если через Еще один месяц Он ничего не делает То есть он Ну Уходит из системы Вообще Ну это место Кем заполняют То есть на это место Спонсор может поставить Либо Своего человека Под ним же тоже Это автоматически происходит Или спонсор сам Делает Градацию Спонсор Кума ставит Нет Ну там допустим Вот тот Компрессия Подтягивания Который выпал У него же Есть под ним Привлеченное Трио Ну если есть То есть Автоматически Кто был первый Зарегистрирован Да Становится на его место Потому что Я их например Не знаю Кого он там Зарегистрировал Либо четвертый Да Как я могу Давайте Не будем Лезть глубоко В технические моменты Бо запутаемся Да Вот На сто процентов Могу сказать Что спонсор Может этого человека Опустить ниже И он сюда может Поставить Либо нового Какого-то Своего человека Либо Компрессия Может Произойти В зависимости от того Если есть люди Кто первый стал Я почему задаю Этот вопрос Потому что Если выпадает Вот одна Вот эта вот ветка То уже Вот эта цифра Уже Конечно И все Разрушится Естественно Почему сделан Вот такой педаль Что ты лодырь Уйди Не мешай Потому что Вот здесь Извините Если у меня Кто-то выпал То я не получаю Процент А это Хорошие деньги И я заинтересован Как можно Быстрее Чтобы кто-то Занял это место Естественно То есть Просто То есть Тренар просто так Вот эта система Просто так Не запустила Она Тестировалась Уже не один год Поэтому Все нюансы Все Вот Был какой Изъян Раньше То есть Тренаре Который мы Протестировали Было такое Что Вот этому человеку Он занимал место На протяжении Трех месяцев Вот Сначала Он был розовенький Потом Он становился Черненький То есть Вначале Он оплаченный Следующий месяц Не оплатил Типа Он думает Он розовенький Ему система говорит Ну что ты Что так будешь делать Потом он становился Черненьким И только потом Он выбывал И происходила Компрессия Но извините Я проходила Три месяца И Ну я Как Думающий человек Я три месяца Не хочу сидеть Без этого Если Ну как бы Он вот такой То есть Поэтому мы сделали Кнопку Что как только Он мне говорит Там Я не хочу Я говорю Ты хорошо подумал Потому что Ну Если у меня ситуация Такая Что из-за тебя Я нашел Человека Кого поставить Он говорит Да Все я решил Пум Сюда Чить человека Все То есть Система сделана Так Чтобы Ну Как бы А передать По наследству Ну Померу Надо Детям Смотрите Вот Если взять так Системе Вот этой Абсолютно Все равно Кто Покупает Абсолютно Все равно У вас Может быть Там хоть Десять аккаунтов Если вы Активный человек Трубе Все равно Какие деньги Сосы Да Так А чтобы Он не переживал Чтобы выкинуть Он же может Уплатить Двенадцать месяцев Он может На двенадцать месяцев Вперед Уплатил И гуляет Смотри Если он Платит Триста Плюс Триста Тришестот Плюс Триста То есть В сумме Тришестот За год Вот эти деньги Ему Ложатся На дисконт Ему Дается Плюс Сто Двадцать Процентов Максимальный Процент Который Можно Получить На дисконт Это еще Четыре Триста Двадцать У него на дисконт Для МЛО Семь тысяч Девятьсот Двадцать Гривен На дисконт А допустим По полторы Триста Он ничего не покупает Пока в магазине Все лежит По дисконту Триста Двадцать Триста 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 Один год Или нет Или я Нужно Лежим Пока в магазине Любой Ваш дисконт По любому Пополнению Будь то Премиум Любой дисконт Который сюда попал Это Ваша Доля В товаре Она Никуда От вас Не денется В тот момент Пусть пройдет Год В тот момент Когда вы захотите Эти деньги потратить Вы их потратите На них Не начислят Или начислят Нет На дисконт Не начисляется Никаких процентов То есть Дисконта Все выплаты Идут В маркетинг А вот Если я решил Положить Именно аванс То есть Если Вот к примеру Смотрите Возьмем топливо То есть Если мы знаем То есть За полгода Мы там Потратим топливо Ну пусть по 1000 гривен 5-3 тысячи По 100 гривен в день 3000 минимум Человек тратит В месяц На заправку Это только кататься По городу Без выезда 3000 на полгода Он берет 20 тысяч гривен Положи Авансом 10% Доля дисконта Плюс У него Тренар Будет оплачен Если 20 тысяч Где-то на 6 месяцев То есть Если с точки зрения Тренар Аж на 6 месяцев Вот А с точки зрения Вот этой системы Смотрите Вот У него 20-ка лежит На топливо Он за месяц Выкатывает 3000 Вот у него 5% До 5 Начисляется На остаток То есть На 20 тысяч Начисляется До 5% Это 1000 За месяц Вот он 20-ку не трогал 1000 Добавили Ну Максимум До Потом он потратил 3 Осталось у него 17 Ну и плюс 100 тысяч На 17 Начисляется 5 Потом Осталось 14 Начисляется 5 То есть Если вы Как бы Планируете Свои все Покупки То Вы Здесь будете Зарабатывать Очень хорошие Деньги Очень быстро И сможете Эту систему Показать Людям Потому что У нас В основном Почему Народ не хочет Ну как бы Заморачиваться Народ Мы с вами Как люди Не привыкли Планировать Ни бюджет Ни покупки Ничего То есть Вот у нас Закончился Дома стиральный порошок Мы Ой Пошли в магазин И купили А если бы мы Увидели Что у нас Стирального порошка Осталось вот столько Зашли бы Посмотрели Ассортимент Пообщались бы Кто-нибудь Порекомендовал бы Какой-то хороший Порошок Мы в паркнерском Магазине Его купили По вот такой Системе То Ну извините Это называется Планирование Точно так же и Там Топливо И так далее И так далее То есть Технику Любую вещь То есть Если мы будем Планировать Тогда это Гораздо Ну Выгоднее Для нас Будет Мы будем Зарабатывать Тогда в жизни И будем Ну Успешны Если мы Научимся Все-таки Планировать А не будет Таких Понимаете Спонтанных Вещей Капнула Какая-то Сумма Денег Вместо того Чтобы это Грамотно Как-то Распределить Для чего Там Мы Ой Все Вот Захотелось Не понимаете Там Пятый Айфон Пошел Купил 12 тысяч Отдал Ну Джис Моя Вот я Вышел Шестой Я себе С3 Самсунг Я его Купил Когда он Только Появился Вот Новинка Только Три года Назад Вышла 6500 Я Пришел Давай Все Выложим Вот Вышел Пятый Айфон Я И думаю Ну У меня Все устраивает Более чем У меня По функционалу Телефон Лучше Чем Пятый Айфон Лучше Но Яблочко Сзади Я иду Такой У меня Яблочко И все Смотрят А я Айфон Ну Бренд Ну Круто Но 12 тысяч Я понимаю Что Ну я Без этого Телефона Обхожусь Шикарно Вышел Сейчас Шестой 24 Стоит И опять Думаю Ай А тут Я Вот Понимаете А Ну вот Есть люди Да Понимаете На сегодняшний день У меня есть Куда Пристроить 24 тысячи Гораздо Выгоднее Чем Купить Себе Айфон При том При всем Что у меня Будет потом Страх Его разбить Да Это Там Имиджно Но Лучше Я Под собирающий Денег И машину Секу Чем Айфон Понимаете Потому что По функционалу Все устраивает Поэтому Если мы Будем Не вот так Спонтанно Что-то делать Захотелось Там и все А будем Планировать Ставить Цели Какие Вот Поставить Мечту Заработать На айфон Вот это Да Понимаете То есть Надо будет Заработать Сколько Там 15 тысяч Чтоб мне 7500 Добавили Нормально Вот это Да Чем Просто Заработать Ну как Нет Когда мы Будем Зарабатывать Заметь Каждый Будем Зарабатывать По 250 Тысяч 10% Вот Богатые люди Как раз И советуют 10% Это На ваши Прихоти Подарки Желания Там Мечты Себе Любимому Поощрение Я понимаю Что Да Мне просто Для меня Купить Айфон Как Я не знаю Там Пойти Сейчас Магазин И палку Колбасы Вот И Ну Это Нормально Вот Еще Вопросы Есть А премиум Это Один раз Сложится В Эду Данис 2800 Единоразовая Пополня Но С них Не идет Ни Нарин Вообще Вообще Разовая Пополня На На Всю Жизнь То есть Получается Когда деньги Кладешь Надо как-то Подписывать Да Есть Назначение Платежа Хотя Дисконт Использую Обсчитается Что я все Премиум И Работаю Смотрите Для тех Кто Премиум Ну Как бы Кто Премиум Все знают Кто он Премиум Все остаются Премиумом Каким Образом Делаются Вот эти Платежи 300 Либо Аванс Либо Премиум Насколько Я знаю Сегодня Появится Сайт Мастера жизни И компании Информационная Часть Информационная Часть Где Вы сможете Посмотреть Как платежи Делаются Куда Какие Назначения То есть На Сегодняшний День Вот эти Платежи С назначениями Которые Расписаны Либо На Вконтакте Либо На сайте Мастеров жизни Будет И компании Либо В чате Вы есть В скайпе Там Есть Как делаются Платежи Какие Назначения Что И Как То есть Пока Это Так Потом Это Будет Делаться На Расчетный Счет Потребительского Общества Тренар Украина То есть В ближайший Месяц Создается И Те Кто Будет Участвовать В Тренаре Придется Еще раз Заполнять Бумажки О Вступлении В Потребительское Общество Тренар Украина То есть Потому Что Работаем Только В законной Зоне Чтобы Но Оплатить Можно Будет Уже Поскольку Бонусы На Мастерах Жизни Подтверждены Деньгами Заработанными Деньгами С мастеров Жизни То То есть Вот Это Тренар Вступительные Взносы Которые Должны Быть По Поводу Платежей Можно Да Значит Два Слова По Поводу Платежей Значит Любая Ситуация Любая Ситуация С потребительским Общином Связана С Внесением Пая То Есть У нас Первые Слова Которые Существуют При Пополнении Любого Платежа Это Внесение Пая А дальше Идет Аббревиатура Допустим Тр Тренар Мы понимаем Что Тренар Если вы оплачете По вот этой Системе Он должен быть Кратен Триста То есть Это Триста Шестьсот Девятьсот Тысячу Двести Ну и так далее То есть Мы понимаем Что человек На месяц Оплатил Или на полгода Или на год Внесение Пая Тр И Сумма Кратная Трехст Дальше Внесение Пая Пэр Премиум Сколько? Двадцатьсот Ну то есть Бухгалтерия Нажли не попутать Если внесение Пая Пэр Двадцатьсот Это понятно Человек Оплатил Свой Премиум Дальше В зависимости От того Вот где-то Здесь были Проценты От десяти До тридцати Процентов Вы делаете Авансовый Платеж И понимаете Что эти деньги Хотите потратить В этом магазине Где Дисконт Двадцать Допустим Процентов Опять Внесение Пая А П Авансовый Платеж И пишите Десять Пятнадцать Двадцать Двадцать Пять Тридцать Понятно Да? Вот и все То есть Все эти назначения Платежа Есть в группах Они будут Выложены На сайте То есть Человек В зависимости От того Где он Хочет потратить Эти деньги Что он Хочет Приобрести Он Это Вписывает Для того Чтобы Бухгалтерия Могла Разделять То есть Мы В принципе И тогда И сейчас Хотим только лишь Одного Чтобы все Деньги Приходящие На расчетный Счет Они имели Разное Назначение Платежи То есть Откуда Платить Надо Если Зашла Определенная Сумма Отстачивая Как тысячи Человек По Внесене Пая АП Авансовый Платеж Десять То с этих Денег Мы не можем Никакой другой Магазин Оплатить Который Дает Больше Чем Десять Процентов То есть Только Там Где Десять Потому Что это Подвязано В том числе И к Тринару Если Человек Дет Авансовый Платеж Триста Тридцать Процентов И заводит Тысячу Мы понимаем Что триста Ушло На Тринав А семьсот У него Авансовый Платеж Остался На который Идет ВОП Начисление Денег То есть Чтоб Бухгалтерия Не путалась Поскольку У нас Получается Так У нас Есть Две части Составляющие Первая Это Бухгалтерская То есть Ввод Вход Пая И оплата За товар Это то Что видно Всем фискалам И есть Часть Которая связана С сайтом То есть Информация Которая Приходит Бухгалтерию Она Вручную Иначе Пока не Получается Никак Она Вносится Вам В кабинет Если Вы сделали Платеж Он В этот же День Отражается У вас В кабинете То есть Проплаченный Тринар Авансовый Платеж Вы это Все Видите И Можно Действовать Дальше Как считаете Нужно Понятно То есть Все авансовые Платежи Будут Прописаны Еще одно Друзья мои Ни в коем случае Нельзя пополнять Себе Карточку Корпоративную Ни в коем случае Нельзя себе Пополнять Карточку Корпоративную Только Через Расчетный Счет Нельзя Этого Делать Штраф 25% Которым Нас Обкладывают И мы Должны Со следующего Платежа У человека За предыдущий Платеж Забрать 25% Ну вам это Надо Я теперь имею право Куда хочешь Чего Ну теперь имею право С корпоративной Куда хочешь С корпоративной Пожалуйста Плати Платите Пожалуйста На карточки И так далее В интернете Проплачивайте На нее нельзя На рассчетный счет А потом С расчетного счета Мам выбросим Получается Квартплату Пока месяц не берется Нельзя Не получается С этой карточки Не берут Почему Не берут Не возьми Войди Войдешь Криватный Дунжер 4 Не берет С нашей Корпоративной Не берет Но я постоянно Оплачиваю С корпоративной Анатолий, ну как не берет? Ну он оплачивает. Ну конечно, у него другой нет. У него другой нет, он бы и хотел с другой. Поэтому, друзья мои, просьба большая, внимательней подходить именно к банковским делам. Почему они напрямую зависят с бухгалтерией и с проверками. Я не хочу, чтобы на какой-то проверке из-за какого-то там казуса нашей ошибки привела к остановке, приостановке какой-то нашей деятельности. То есть мы наоборот стараемся раскочегарить наш паровоз, как хотите, нашу классную машину, которая двигается, чтобы она шла спокойно, чтобы человек жил спокойно, не переживая ни за что. Ему надо, он зашел, оплатил, получил, на этом все закончил. И получил с другой. Я с корпоративной перевел на другую свою карточку и оттуда снял. Пожалуйста, это ваши деньги. По открытию потребительского общества Тренар Украина. Она будет немножко отличаться от мастеров жизни. Именно по назначению платежа. Почему? Значит, если у нас на сегодняшний день человек вносит поевой взнос, а получает как беспроцентную возвратную материальную помощь, ну то есть как бы кредит. Почему вы можете делать сейчас с этими деньгами все что угодно? Потому что это, по сути дела, ваш кредит. Это ваши деньги. Хотите, идите, обналичивайте, хотите, покупайте и так далее, и так далее. В конце месяца вы должны эти деньги вернуть. Вы же помните, да, в заявлении написано, в случае на возврата прошу сделать взаимозачет с моим паем. Мы это делаем, то есть никто никому ничего не должен, а у тебя 100 гривен, как земля за колхозом, находятся там, вы член потребительского общества. То есть для этих программ, которые находятся в мастерах жизни компании, этого вполне достаточно, для того, чтобы это была абсолютно чистая легальная схема. По потребительскому обществу Тренар Украина немножко будет иначе. Самое главное, что там будет договор немножко другого плана. Договор будет основан на том, то есть основная его функция будет обеспечить ваши потребности. То есть все, что вам надо в жизни. Там будет перечень с классификатора товаров. То есть там будут продовольственные товары, там такие, такие, там услуги, всевозможные. Там просто будет перечень их. Вы даете авансовый платеж. Для чего? Для того, чтобы мы за вас оплатили то, что вы уже получили. У нас же получается ситуация какая? Вы, сделав авансовый платеж, зашли в интернет-магазин, приобрели товар, получили его, можно даже и съели его. А в конце месяца магазин нам выставил счет. И мы его должны оплатить. Понятно, да? То есть мы выполняем ваши доручения. Все, что вам надо, мы это делаем. То есть будет немножко другая схема, немножко будет переделан договор. И может быть немного будет переделан назначение платежей. Но это будет все везде выложено. То есть вы будете везде это видеть, в любой момент. И так далее, и так далее. Просто, просьба, внимательней. Пожалуйста. Александр, я продолжаю. Есть еще вопросы к Александру? А громче можно? Нет, я это лично. Ну, личный вопрос. Ну, мы его закончим, а готов личный вопрос. Так, давай. Друзья мои, есть вопросы? Или что непонятно может быть? Александру, спасибо. Тогда Александру спасибо. Спасибо.